пусть эта информация это же Зарислав поставила на запись и все пропало я шучу, конечно, непонятно, почему она пропала будем надеяться, что все хорошо так, мы добавили мест, поэтому можно будет и больше число человек зайти я надеюсь, все так же меня хорошо слышно и видно я очень рада, что мы с вами сегодня имеем возможность пообщаться тема у нас будет очень интересная в первую очередь мы поговорим о тех да, святая, благодарим в первую очередь мы будем говорить о тех статьях которые я вам, ну вы, наверное, читали и осознание, которое пришли я в статье не могу много, конечно, расписать потому что я прекрасно понимаю, что не для многих людей эта информация станет доступна а если она, если человек ее не понимает, он начинает нервничать и нервничает, ну и, конечно, у него идет внутренний протест опять же, нужно сказать, что вся информация приходит вовремя и если вы чувствуете, что она вам нужна и вы готовы с ней начать, я бы так сказала, жить это означает, что она ляжет, как бы ваши уши вовремя ну что, тема нашего вебинара сегодня называется как, по сути, мужчина подавляет женскую волю я буду говорить не только об этом я думаю, что вы в статье уже читали немножко информации о физиологии, да, как это происходит но я, наверное, рассказывая вам сегодня вот вы будете чувствовать, я уверена, что мы войдемся вместе в поток и будет очень много другой интересной информации которую даже я не писала в статьях вообще, квантовая любовь, когда я начала писать эту программу я где-то, наверное, дня 2-3 я вообще понятия не имела, о чем писать то есть, что рассказывать, потому что информация, которую я чувствовала, ее нигде не было она не была структурирована и вообще не было даже понимания, в какую сторону двигаться в такой ситуации я всегда Зариславе говорю что пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что и, наверное, где-то на день 3-й я уже начала постепенно вытягивать как бы из пространства, да, также из себя знания в этом направлении и, конечно, что у меня начались прозрения я их сразу начала писать в статьях для того, чтобы ну, в первую очередь, знаете, как это когда ты пробиваешь какую-то стену очень важно, чтобы за эту стену вышло все то, что ты накопал о, кстати, вижу, уже резкость даже появилась здорово, а то до этого и резкости не было видите, мы как раз ходим в потоке, все выстраивается так вот, для меня очень важно было, что все то, что я начинаю осознавать, чтобы очень быстро передать людям чтобы оно не стерлось нигде, чтобы эта информация не то, что не потерялась, чтобы ее не убрали из пространства это бывает разным способом и когда кто-то уже ее начал читать, кроме меня начал осознавать, я уже знаю, что все, она заякорилась в явном мире и она уже начнет прорастать и давать возможность людям осознать такие как бы самые главные вопросы, на которых раньше не было ответа и мы поэтому начали, я честно скажу, я где-то, наверное, дня два потратила на то, чтобы изучить физиологию женскую до мелочей мужскую до мелочей и ну как бы в этом ничего не видно то есть ты понимаешь, что идет, что там есть но вот той как бы смысловой, энергетической, я бы так сказала философии смысла всего, его сразу не видно и конечно, что я начала проводить аналогии с тем, как работает клетка как работают кристаллы, там все остальное то есть я как бы искала то, за что можно зацепиться чтобы раскрыть все эти, всю эту информацию скрытую ну и потом оно, конечно, началось один за этим раскрываться и ну я поражалась, я поражалась тому, что я понимала, что ну во-первых, частичной информации ее нигде нет и я видела и понимала, что ее просто прячут те школы, которые даже если и знают, то это невыгодно доносить людям чтобы они становились лучше и начинали с этим разбираться то есть мастерам не всегда выгодно, чтобы ученик становился мастером потому что ну тогда не будет кого учить тогда меняется взаимоотношение между учителем и учеником поэтому не каждый учитель готов к тому, что его ученик по-настоящему станет лучше него но у меня другая цель поскольку, как я чувствую и понимаю для нашего народа осталось не так много времени для трансформации для того, чтобы выйти из того пике, в который нас по сути загнали и поэтому вся та информация, которая достается мне мне очень важно, чтобы она стала не то, что быстро доступна а чтобы она стала ключами для каждого из нас потому что только когда мы сможем преобразиться по-настоящему овладеть силой только это единственный шанс нам изменить всю ситуацию, которая вокруг нас есть поэтому мне цена не информация а мне цена преображения людей, которые вокруг меня поэтому я стараюсь максимально выдавать ключи в своих статьях а в программах я только даю уже практики, когда человек не может ну знаете, как сказать есть когда нужно провести человека в тот мир, то есть в того себя где ты сам не можешь дойти операцию врач сам себе не сделает ему это нужно, чтобы сделал ну кто-то другой, тоже как бы мастер и человеку очень важно часто, чтобы кто-то был со стороны и помог ему пройти туда, куда самому не пройдешь даже я, когда работаю с собой мне всегда нужен рядом человек на которого я могу опереться здесь, в яви и пройти дальше иногда это во сне приходят там учителя иногда я сама, как сказать, раздваиваясь одна остаюсь здесь, а другая иду и таким образом я имею возможность и вернуться обратно и получить информацию поэтому я сегодня буду говорить о сексуальности мужской и женской но в первую очередь для меня важно это раскрытие мужчины и раскрытие женщины потому что мы с вами входим в такой период нашей жизни когда мы должны очень я бы так сказать трепетно относиться друг к другу с уважением и с пониманием того что рядом с вами не просто человек вы несете ответственность за этого человека то есть вы с ним живете вы с ним живете в этой реальности и он так же ценен, как и вы поэтому когда мужчина начинает понимать что женщина это не только источник его энергии, его эмоций а что женщина она очень ценна он начинает о ней заботиться когда он о ней заботится он проявляет свое внимание, свою любовь таким образом она имеет возможность раскрыться если женщина понимает что мужчина это не только источник ее благ ну в первую очередь это человек и его нужно уважать потому что он как личность он ценен тогда совсем другие отношения и мы с вами перейдем очень быстро мы перейдем от потребительства к помощи друг другу и в этом как раз это возможно тогда, когда мы доходим до своей сути и вот как дойти до своей сути понимая в чем твоя сила и используя эту силу во благо своего партнера ну это действительно я бы так сказала высший пилотаж это и начинается настоящее творение мы с вами говорили ну вы наверное читали о том что есть верхний ум это наш мозг а есть нижний ум у женщин это яичники а у мужчин это простата мы к сожалению да Игорь правильно отметил от потребителя к созидателю все верно мы к сожалению ну так мораль выстроилась что мы считаем нижний ум это что-то плохое ну как бы невежественное чего можно нужно стыдиться и вообще об этой как бы теме лучше не говорить такое табу определенное но дело в том что наша сексуальность и я бы так сказала то что хранится в нижнем центре оно архиважно оно моделирует нашу с вами жизнь здесь и не столько наш ум ну имеется ввиду верхний мозг и разум который находится как бы в самой душе сколько именно нижний центр который также владеет умом и разумом я в принципе знаете как сказать я долго когда я поняла что в нижнем центре как выглядит ум и как выглядит разум когда я это поняла я не нашла того как это назвать потому что я начала искать во всех источниках чтобы найти аналогию этому и я нигде не нашла я поняла что эту тему специально закрыли для того чтобы мы даже не представляли себе что это существует почему потому что это невыгодно но невыгодно не нам а тем кто управляет по сути нами но в один момент когда я как бы осознала что в принципе нет проблем возобновить связь между нижним умом и нижним разумом я сейчас буду это рассказывать то есть проблема состоит только в том что у человека происходят очень такие мощные процессы у меня самой когда я соприкоснулась мужским нижним умом и нижним разумом когда провела по сути мужчин туда и сама зашла но вот здесь как бы я немножко объясню у женщины нет такого нижнего разума как у мужчин у женщины это другое и женщина не может туда попасть во первых сама без мужчины а во вторых она даже с мужчиной она попадает как бы немножко в смещенную реальность то есть она это видит но она не влияет на это знаете это как ты вошел в комнату но ты находишься за стеклом и в принципе ты видишь что там происходит ты видишь ну чувствуешь какие-то излучения но истинного состояния ты не получаешь потому что это не твое с мужчиной происходит конечно колоссальные изменения я я бы очень хотела для наших мужчин провести эту практику и я ее сделаю бесплатной в квантовой нашей на программе квантовая любовь у нас будет три дня я обязательно ее сделаю вот в этих три дня которая будет бесплатная для того чтобы наши мужчины смогли это пройти я считаю это архиважно потому что как только происходит вот это соединение меняется все то есть знаете как сказать нижний разум начинает обновлять связь между всеми духовными телами мужчины и его проявлением это конечно колоссальная вещь правильно в чате Злата сказала что лучше когда есть проводник я могу сказать что действительно лучше когда есть проводник потому что знаете когда мужчина туда попадает там очень мощная сила и там можно там хочется остаться но там нельзя оставаться потому что те вибрации которые там есть как личность они могут стереть повлиять на саму личность и вернуться тогда уже обратно ты не вернешься ну как говорят в адеквате потому что там слишком слишком мощные структурные энергии как для нашей вот этой живой личности поэтому есть момент когда ты вошел и обязательно нужно найти путь назад и выйти оттуда ты можешь представить себе что ты вышел но реально ты не вышел то есть как это ощущается твоя часть там осталась и это есть момент того что ты как бы будешь чувствовать себя ну частично здесь когда я писала статью именно о нижнем мужском разуме вот эту крайнюю которая как бы есть почему наши мужчины не имеют власти я ее специально написала с практикой когда мужчина ее читает он уже заходит в свой нижний разум но знаете как сказать это не тотальное погружение это знакомство с тем что это у тебя есть для того чтобы тебе открылись туда врата ты должен быть готов у тебя должна знаете как есть фраза сим-сим откройся так вот у тебя должна быть твоя готовность и осознанное желание зайти туда почему потому что ты выйдешь оттуда другим однозначно ну я как бы вокруг да около рассказываю я немножко расскажу для более понятно хотя говорю что в статье я много рассказала смотрите нижний ну я сейчас буду говорить о мужчинах поскольку знаете как если нет возможности мужчины просветлить через ум верхний ум но приходится использовать все возможности и здесь я поняла такой очень важный момент очень важный что мужчина развивается в первую очередь именно тогда активнее и я бы сказала интереснее и наполненное когда нижний центр у него активен и он прав он прав в том плане что ему не надо учиться всего заново очень часто мужчина слушает информацию ему становится неинтересно а я это знаю это знаю это неинтересно почему а потому что в нем эта вся информация есть но она не открыта и он не знает в принципе как ей пользоваться она находится на верхнем уровне но она не материальна то есть это по сути как теория которая вроде да но где ее применить и как ее применить он не знает а для того чтобы он смог ее применить очень просто надо войти в нижний центр соединить ум и разум и разум тогда берет под контроль ум и когда он взял под контроль ум у него все получается а теперь я расскажу что это такое дело в том что у мужчины так все устроено в теле что он не может одновременно работать над многими проектами вот у него есть что-то одно он работает над ним максимум ну максимум два или три проекта это все и то это уже много его ум верхний отключается когда включается нижний ум и поэтому часто говорят что мужчина думает ну как бы членом но дело в том что так устроена его психика и его как бы структура что он обязательно у него должно быть сосредоточение на чем-то одном когда есть эта сосредоточенность на чем-то одном он выстраивает в себе стержень то есть он должен сконцентрироваться на какой-то одной задаче ему тогда легче и проще и вот это центрирование самого себя очень часто у мужчин этого нету ну потому что его никто этому не учит и никто ему это не объясняет когда он не центрирован сам в себе он похож на ну знаете как опять же аналогия с физиологией да когда половой член мягко говоря не концентрирован и не стоит так как нужно то конечно что для женщины это ни о чем так вот ну во время ласки да любви так вот вот эта концентрация это есть его сосредоточение его духа и в его жизни в состоянии мужчины тоже так же должно быть что-то одно над чем он сконцентрировался куда он двигается тогда он выстраивает такой как бы портал для себя поток и он в этом потоке может двигаться вверх-вниз куда ему нужно для женщины совсем по-другому одна она одновременно пребывает во всех ну как бы точках и поэтому она может делать максимум дел которые ей доступны то есть я например могу слушать музыку слушать параллельно какую-то лекцию отвечать на письма писать статью и еще с детьми разговаривать то есть для меня это нормально когда чего-то нет мне уже не хватает потому что мое как бы ну мои локаторы абсолютно нормально справляются со всем этим потому что женская энергия она тотальна и ей нужно заполнить собой все и вот здесь очень почему так происходит теперь мы двигаемся дальше я когда начал разбирать физиологию мужчины меня очень конечно заинтересовала простата я уже давно понимала и знала такой как бы момент что когда мужчина проживает оргазм через простату он достигает одных из самых высших блаженства то есть этот оргазм не сравняет ни с чем и действительно оргазмы есть разные и там оргазм отгазм обгазм и не буду над этим я как бы не хочу туда вникать мы к этому придем дело в том что во время именно оргазма через простату я описала что по сути когда идет семейсвержение его нужно остановить тем что вы переключаете семенной канал на мочевой и таким образом таким образом сперма вся она возвращается обратно и создает движение создает вибрацию